Всем привет! Сегодня в нашем обзоре проект Кайв – децентрализованная архивная сеть. Любой сгенерированный поток данных стандартизируется с помощью Кайв, а затем подтверждается и хранится. Таким образом, Кайв обеспечит масштабируемость и доступность ресурсов. Главная ценность сети Кайв находится в ее архивной структуре. Эта структура сжимает любой конфигуируемый поток данных в легкоизвлекаемые блоки. Используя R-VIV для создания постоянных резервных копий, Кайв обеспечивает долговечность этих данных. Естественно, данные полезны только если их достоверность может быть доказана, особенно если не подлежа долгосрочному хранению. Учитывая это, любые ошибки, которые могли возникнуть на предыдущих этапах жизненного цикла данных, изящно отлавливаются и обрабатываются встроенным и полностью настраиваемым этапом проверки Кайва. Архитектура Кайв полностью децентрализована и включает в себя два основных компонента. Первый – это автономная система управления, которая обрабатывает нарушения контракта. Функциональность управления обеспечивается с помощью стейкинга токена Кайва, что позволяет участника вести себя в соответствии с целями сети. Второй – это вычислительный уровень, который позволяет участникам управлять настраиваемыми узлами. В обмен на токены Кайв, узлы выполняют различные задачи. Наследуя основную логику Кайва, эти узлы проверяют, санартизируют и архивируют потоки данных. Становится все более очевидным, что различные потоки данных, особенно те, которые важны для веб 3.0, выигрывают от архивирования, оставаясь доступны в долгосрочной перспективе. В таких случаях полезность Кайв становится очевидной. Количество данных продолжает расти, что способствует истощению сетей и увеличению централизации. Кайв решает эту проблему. Поскольку Кайв не полагается на какую-либо одну центральную сторону, в сети существуют валидаторы, которые обеспечивают целостность и поведение загрузчика пула. Как правило, создатель пула присоединяется к самому пулу и начинает получать данные из определенного источника данных, становясь таким образом назначенным загрузчиком. Важно отметить, что стейкинг токенов Кайв необходим для создания пула. При необходимости любой узел может меняться ролями между загрузчиком и валидатором. Если дополнительные участники пула хотят присоединиться к пулу и стать загрузчиком или валидатором, они также должны стейкать кайв токены, чтобы войти в пул. Эти токены гарантируют, что загрузчики и валидаторы будут вести себя честно и обеспечивать доступность данных. Когда все готово, пул начинает работу. Данные извлекаются из блокчейна и постоянно хранятся на rviv. После этого rviv обеспечивает долговечность и доступность этих данных. Загрузчики и валидаторы получают выплаты в кайв токенах через установленные промежутки времени и продолжают накапливать и подтверждать новые элементы данных. Таким образом узлы желающие присоединиться к сети блокчейна и синхронизироваться с ее последним состоянием могут сделать это намного быстрее чем раньше. Нужно признать, что rviv играет большую роль в работе сети кайва. Компания rviv разработала уникальный способ постоянного хранения данных. При использовании rviv в качестве решения для хранения данных пользователи платят один раз и данные хранятся вечно. При использовании rviv в качестве решения для хранения данных пользователи платят один раз и данные хранятся вечно. Благодаря своей масштабируемости и доступности rviv является лучшим решением для хранения данных. Таким образом кайв и rviv дополняют друг друга. Кайв обеспечит достоверность данных, а rviv обеспечит их доступность. Разработчики стремятся создать продукт, который нужен, используется и нравится пользователям. Довольно быстро стало понятно, что есть реальная потребность в таком проекте. И у Кайфа появилось множество инвесторов. Среди партнеров Кайф можно увидеть такие проекты, как Солана, Аваланч, Космос, Октопус, Нетворк, Мунбим и многих других. Говоря о Мунбим, стоит упомянуть, что Кайф получил гарант от Мунбим Фаундейшн. А в прошлом году произошла их интеграция, которая позволила быстрорастущему сообществу разработчиков Мунбим легко хранить свои данные на постоянной основе WarViv, обеспечивая более высокую масштабируемость сети. В будущем разработчики Кайфа планируют проводить итерации, которые смогут улучшить сеть. Помимо этого, недавно была запущена программа амбассадоров, чтобы получить лучшую обратную сеть от сообщества и предоставить ему необходимые функции. Поскольку Кайф хочет стать основным инструментом для сбора данных и вычислений, амбассадоры также нужны, чтобы увеличить поддержку и известность проекта. Долгожданный тест NetBoot запущен в ближайшие недели с крутыми функциями. В целом, будущее обещает быть очень насыщенным для Кайфа. Ожидается интеграция с множеством проектов, новые функции и важные достижения, такие как запуск Майннета. Таким образом, этот год станет определяющим для Кайфа, и мы с интересом будем наблюдать за его успехами. На этом на сегодня всё. Помните, что данное видео является знакомительным, и только вы несёте личную ответственность за все свои действия. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok